Всем привет, с вами Дереми, и в этом видео мы будем обозревать танк Т-23А3, который сейчас вышел в продажу. Сейчас я вам его покажу. Вот есть комплектация вместе с шерифом, но, к сожалению, шерифа у меня нет, поэтому я не могу о нём ничего сказать. Вот, получается, вот голый танк, 3,5 тысячи золота и слот в ангаре. Вот, это вот на него легендарный камуфляж Странник. Я на нём, в принципе, немного поиграл, я его, в принципе, понимаю. И давайте мы сейчас посмотрим характеристики и выйдем в рандом. Так, для начала мы видим, что у нас прочность 1250, урон 160, и это такой танк, на котором нужно играть от ДПМа. На нём прямо нужно постоянно стрелять. И поэтому я советую вам играть на нём от башни, в принципе, потому что маска может танковать. Вот, и вот так по КД стрелять по соперникам. Ну, давайте мы сейчас съездим, сыграем бой, оборудование у меня неполное, экипаж 100%. Всё, поехали. Вообще, в принципе, танк очень неплохой. Он перезаряжается крайне быстро, и из-за этого можно на нём прям комфортно играть. Но в этом-то и минус есть, потому что проще играть от разовой альфы. А тут у нас наоборот, разовая альфа маленькая. Тогда сейчас сыграем с этим бустером снаряжения. Так, и поедем к СТ-шечкам. У них кто-то, у них Проджетты и Т-44. Так, ладно, вот, перезарг 3-4 секунды. И вот легендарный камуфляж, на самом деле, мне очень нравится, потому что он выглядит очень интересно. И стоил он, я его покупал вроде по скидке 30% за вроде 400 или 300 голды, что-то в таком районе. Вот. В принципе, танк мне выпал из контейнеров. И я на самом деле им доволен, потому что классный реально танк. Ладно, давайте сейчас бой сыграем. И вы посмотрите, как он играется в роддоме. Так, Т-44. Пробил нас куда. Ладно, сейчас посмотрим. Он нас пробил. Ой, тут даже не видно. Ой, куда-то он прям совсем выехал. Сейчас мы его уничтожим тут из-за ДПМа. Ай-яй, не получилось, промахнулись. Я думаю, нужно на него сейчас выкатить и пробовать его на реакцию уничтожить. Опа, развели. И можно ехать. Ай-яй. Что ж я так туплю-то. Нормально. Забирали Проджета. Сейчас нужно будет Проджета забирать. Я думаю, лучше Нокоток будет поставить. Ой, что-то не шьется Коток. Вообще на него вот хорошо ставить Нокоток и просто уничтожать соперника. Это прям очень хорошая тактика для него. Ай-яй. Сейчас нужно его быстрее добирать. Отлично, забрали. Ой, а там ПТшечки. Так, ладно, мы сейчас немножко подождем. Сейчас мы немножко подождем. Там СУ-152 и Ягдпантера. Так. Давайте сейчас, может, через Кустики пробуем их пересветить или на Бум просто стрелять. Ладно, сейчас еще не придумаем. Так, ИСУшечка. ИСУ. Мы, наверное, не увидим ее. Так, ладно. Сейчас давайте посмотрим. Может, кто-нибудь из них выехал. О. Опа. Сейчас можно пробовать на гусеницу поставить. Ай-яй, Ягдпантера тоже уехала. Так что сейчас можно по ней пострелять. Ой, СУшку уничтожили. Так, Ягдпантеру. Ладно, поехали в атаку. Ага, можно Тигра забрать. Давайте лучше Тигра заберем. Ай-яй, что такое-то? Не летят что-то снаряды. Ну ладно, сейчас мы его быстренько доберем. Ну или не мы. Ой, СУшка. Ага, все нормально. Поехали-то в атаку. Так, Пантера. Сейчас нужно каток поставить желательно. Что-то вообще не пробивает катки. Все, готово. 2700 урона уже, неплохо. Отлично. Неплохой, в принципе, бой. Я тут неплохо прям сыграл. И танк вот раскрывается как раз. Потому что я стрелял в основном из-за ДПМ. Вот особенно по Параджета. Я просто по нему по КД стрелял, стрелял. И это главная фишка танка. Вот. Мы получили Мастера, Лифис Лайху и Война. 2700 урона. Так, по фарму что у нас? У нас без бустеров, без всего. Мы получили чистыми 132 тысячи кредитов. Но у нас судьба это был неплохой. Вот. А если мы сейчас посмотрим и без премиум аккаунта, то мы получили бы 103 тысячи кредитов. То есть, ну в принципе, фарм неплохой. Так что... Советую, в принципе, этот танк. За 3500 голды, в принципе, можно взять. А на этом все. С вами был Дерми. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok